Всем доброе кремлёвское утро! Друзья, в общем, сам себя снимать не могу, поэтому Федя будет готовить. Что мы сегодня готовим? Готовим мы сегодня мясо по-кремлёвски. Это запрос... Чей запрос? Зашида. Да, мы тогда готовили, ему очень сильно понравилось, поэтому мясо по-кремлёвски. Для приготовления идёт говядина узбекская. Лук сурхадаринский, картошка это идёт на пюре, всё. И масло. Масло у нас лежит в холодильнике, поэтому сначала мы приступаем. С чего, Федя? С мясом. С мясом. Начинаем мясо резать на кусочки, на средние. На какие куски Федя разрезаем? Ну так вот, не так, крупно. Ну так нормально. Да, вот такие кусочки хорошие вот. Свет. Подсвечиваем мясо. Может острый нож взять? Возьми маленький нож, Федя. Вот, вот, вот он сзади, вот он стоит. Федя, расскажи какой-нибудь узбекский анекдот на русском. Я анекдот не знаю. Вообще не знаешь? Нет. Я сам их тоже не знаю, между прочим. Не запоминаю. Да, я знаю. Много анекдот слышал, но не запоминаю. Чем интересно это блюдо? Во-первых, то, что мясо свежее, а во-вторых, мясо будет готовиться на сливочном масле. То есть, вы сами знаете, что сливочное масло дает такой пикантный, изысканный вкус. И плюс ко всему этому мы, так, у нас еще одно, сделаем пюре. Ну, пюре мы не будем снимать, пюре вы сами знаете, как готовится. Ну, реально рецепт такой вкусненький. Федя, хасып. Хасып, да? Или касаб. Как правильно? Касаб? Касаб. 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 То есть, мясник. Да, мясник. Косочки убрать. Ну, с косточки, да, надо срезать аккуратно. Ну, они как касаб не снимают. Ну, как получится. Вот так. Ну, кости можно и собаке отдать, правильно? Да, так, как получится с ним. Только, Федь, чтоб там этих не было, как его. Да, я уберу. Вот эти косточки мелкие, да. То есть, заказчик просит сделать наимягчайшее мясо. То есть, чтоб не повредил ни зуб, ничего. В общем, нарезаем все мясо. Все просто. Серьезно, на улице очень холодно, поэтому мы скрываемся в столовой. Вместо встречи у нас. Вот этот, Федь, срежь вот эту штуку, она что-то какая-то, да, не очень. Так, Федь, и научится готовить, да, Федь? Скоро пойдешь с самсапазом. Вот ты, Федь, лишнюю вот эту вещь, чтоб тебе не мешало. Я сас, вот этот кусок. Да, вот этот кусок. Из зелени, кинза, петрушка, салат, укроп, чеснок. Ну, это для салата. Истинный гурман. Федь, любимый вопрос. Сколько съедаешь ты мясо в день? Уже четвертый раз, да, я его сдаю? В четвертый раз, да, я его сдаю в четвертый раз. В четвертый раз, да, я сказал. Сколько? В день? Ну, примерно, плюс-минус, 500-600 грамм. Ну, так. Просто, мы сегодня ходили есть самсу. Вот, сколько нас было? Раз, два, три, четыре, пять. Тридцать самсы заказали за стол. Тридцать. Я съел четыре или пять. Сидел с нами человек. Вот, он говорит, он съедает в нормальный день. Ну, ты голодненький, он пришел. Двенадцать штук. Мясо нарезано. Все, теперь нарезаем лук. Лук нарезаем полукольцами, Федь. Полукольцами? Да, да, да. Не крупные только. Ну, вот так, потолще-потолще чуть-чуть. Вот так, нормально? Да, да, да. То есть, у нас где-то получается два с половиной килограмма мяса, мякоти и килограмм лука. Даже не прописано, вот так. Будут резать вот так. Доска у нас другая. Уже. На той мы резали мясо. На этой лук. Масло сливочное. Полкилограмма. Пластинками толщиной в сантиметр нарезаем. В принципе, рецепт простой. Ничего сложного здесь нет. Все, теперь все это складываем в казан. Сначала складываем мясо. Потом складываем лук, а сверху масло. И масло. Да, оно все равно, видите, растает. Все, наливаем сюда 150 миллиграмм воды и ставим на медленный огонь. А вон, с бутылки фейд, возьму питьевую воду. Третью часть, третью часть. Третья часть? Ну да. Все, все, уже там не треть. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Все, и на медленный огонь. Соль, специи пока не добавляем. Накроем, да, Крич? Да, да, да. Слабый, слабый, чтобы был. Еще чуть-чуть. Еще, еще убавь. Вот, все нормально. Час, не притрагиваемся. Прошел ровно час, и мы нарезаем чеснок. Вернее, Федя. Чеснока нам нужно 8 зубчиков. Можно чуть-чуть потоньше можно нарезать. Ну, я им еще потом их дели. Я это точно не могу, но так. В общем, пойдет и так. Один тоньше, один. Ну, пойдет, пойдет. Вот так. Федя, ты не кончиком ножа, чуть-чуть подальше режь, тебе удобнее будет. Он будет прорезать. Ты кончиком режь. Да, вот так. Нет, наоборот, так. Ну, просто он в полусогненном состоянии. Чеснок должен быть обязательно, сливочное масло должно быть обязательно и уксус должен быть обязательно. Уксус 7% ложечка столовая. Вот так вот все выглядит. Прошел ровно час времени нашего. То есть, вот как добавили воды вначале все, больше не добавляем. Лук дает воду, мясо дает воду. Главное, хорошая крышка. Добавляем чеснок. И нужно добавить соль. Заши, дай, пожалуйста, соль. Да не бойся, ты соли, соли. Ты что, это мало? Это мало. Еще столовую сыпь смело. Соли вообще не кидали же. Да, да, да. Еще, еще, еще. Небось. Вот нормально, да. Все. Потом дальше по вкусу, по сонам. Все, накрываем крышкой. И за минут 20 до готовности чуть-чуть капнем уксуса. Прошло час сорок. Смотрите, тут вся фишка этого блюда заключается в том, чтобы нужно правильно выпарить влагу, воду, которая там есть. и она уже практически выпарилась. И вот сейчас, именно сейчас, мы добавляем уксус. Так как у нас 70% уксус, мы добавим буквально несколько капелек. два капель. Еще, еще, все, еще, все, 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 хватит. Все, 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 этого достаточно. Да, потому что вот 70%. Да. А так, 7% нужно столовую ложку сюда добавить. И накроем. И накроем крышку. Накроем. Мясо готово. Раскладываем по тарелочкам. Ну вот и настал этот драгоценный момент. Давай, Федь, ты повар, ты описываешь вкус. Так как ребята здесь все крупные, поэтому порции немаленькие. Тройные, да? То есть, мне кажется, общий вес порции килограмм. Тут одна хватит на всех-то. Федь, давай. Мясо тушилось, в общем, около, так, 2 часа 40 минут. 3, даже 3 часа, 3 часа на медленном огне. Картошка, пиро, что и мясо, что? Ну так, вместе тает. Картошка, картошка, вкус мяса, пиши. Вкус мяса, вот, вместе идет. Как оно? Классно. Это и все... Просто тает. Нет, мягкое? Очень вкусно. Вообще мягкое. Какие оттенки чувствуешь? Резик на крово, нравится. Нет, какие оттенки чувствуются во вкус? Опиши. Во вкусу, блин. Это... Не похоже на тушенку. Еще это... Нет, вот что ты чувствуешь, когда ешь? Вот вкус какой? Понятно, что это мясо. Мягкое и вкус мяса. В общем, Федя передает эстафету, Тимур, Тимур, опиши вкус. Да, давай, Тимур. Вообще, виновник этого торжества, Заршит. Он просил это блюдо приготовить, ему оно понравилось. Ну, его реально готовить очень долго, но это того стоит. Конечно, мясо, настоящее узбекское, и сливочное масло. Мне вот пюре может не описывать, мне именно мясо интересует вкус. Вот что ты чувствуешь, вот первое ощущение твое. Если не можешь, на русском, на узбекском, напиши? Я могу на русском, на узбекском. Ну, первое ощущение только этот. У меня сейчас этот, я попробовал. Например, этот, тушенку. Ну, тушенка похожа. Очень похожа. А вкус, вот, чувствуешь какой-нибудь? Ну, необычный, для местной кухни. Для местной кухни нет. Я сейчас только чувствую этот тушенок. Тимур не справился с задачей. Самый образованный Заршит. Нет, гурман. Да, он гурман еды. Да, он к еде. Я еще не попробовал, я сейчас попробую и скажу сразу. То есть, он подходит к еде прям педант, педантично очень. Если такой сериал, если там, Тангем, они вот так берут, да? И попробуют, сколько там. Не, ну Заршит, он, я знаю точно, он самые лучшие места выбирает всегда в еде, поэтому он к еде подходит четко. Очень заметен вкус чеснока и очень, этот, специи очень вкусные, там, разнообразие. Можете назвать, сколько там спиц? Ну, там перец молотый, там, зира, там, разный, овощной, там, красный, черный, там. Ну, особенно заметен, там, сливочное масло. Изюминка, да? Да, вот, изюминка, самое главное. Вот это блюдо. Отличие от узбекской тушенки. Да, от узбекской, это... В принципе, это та же самая тушенка. Просто это на сливочное масло и немножко разнообразие вкусов, приправ. Чеснок, там, разный, да. Ну, вкусно очень. Подбор. Пусть есть. Да, наверное. Ну, лучше надо, чем говорит, это надо сразу съесть, да. Дубль два, слово предоставляется повару Феде. Он же Фархо, да, как говорится. А вот, у вас почему так, этот, диетическое, смотри, у нас такое масло, у вас масло нету. Он сам все наливал. Он сам все. Да. Масло не любит, да? У нас главный шеф-повар, вот Денис. Нет, нет, сегодня ты готовил. Нет, нет, я приготовил, да, вот Денис все научил. Ну, так готовили. Очень вкусно вообще. Хорошо вообще. И масло, и это вкусно. Вкус дает. Мясо вообще. Короче, словами не передаешь, да? Словами не передаешь. Нужно попробовать, да? Нужно попробовать. Да, да. Лучше попробуйте, вот так попробуйте сделать. Готовить. Ну, можно там мясо, масло и можно готовить. О, 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 о. И так, вообще, прекрасно, прекрасно получается. Диво, сахарчик. Вкусные. Есть салаты, вообще свежие. Свежие салаты. Мы бухатят. Стоп-кадр, перерывчик. Мясо тает, ну, есть, еле-еле перехватит. В общем, друзья, мясо на самом деле вкусное. Три с половиной часа томления на медленном огне. Лук, сливочное масло, чуть-чуть уксуса. И результат на лице. Правильно, Дмитрий? Правильно, друзья. В общем, всем приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok